Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить третью лекцию курса «Американское коммуникативное поведение». На двух предыдущих лекциях мы с вами говорили о том, что коммуникативное поведение может быть описано с разных точек зрения. Мы говорили с вами о междисциплинарном подходе к описанию коммуникативного поведения. Вы заметили, что в основном мы говорили с вами о двух подходах к описанию американского коммуникативного поведения, и именно о них мы будем говорить в рамках нашего курса. Первый подход представляет собой литературовический подход к описанию американского коммуникативного поведения, то есть каким образом писатели XIX века моделировали в своих произведениях это романы, американское коммуникативное поведение. При этом мы будем с вами опираться на научные данные, полученные в ходе экспериментов и описаний Воронежским государственным университетом, точнее группой исследователей во главе с профессором Стерниным. Мы с вами говорили о том, что в связи с сложностью описания этого предмета мы будем пытаться описать его эмпирически. Американское поведение и американский характер в частности, а также коммуникативное американское поведение являются в определенной мере условным. И мы с вами посмотрим на то, как представители разных наук это поведение моделируют в своих работах художественных и научных. Но тем не менее, есть некоторые доминантные черты, то есть наиболее яркие черты американского характера, которые проявляются во многих ситуациях. Они могут быть выделены, по-видимому, с достаточно большой точностью. Предложенные нами подходы к описанию американского поведения, то есть так называемое литературоведческое конструирование национального характера и научно описанный американский характер не исключает, а даже предполагает, что те или иные черты американского характера и коммуникативного поведения в разных регионах Соединенных Штатах, в разных возрастных группах, в разных социальных группах будут различаться по степени яркости, выраженности, того или иного качества или признака. Несмотря на то, что многие американцы противятся типизации, противятся тому, когда говорят о национальном американском характере, поскольку привыкли воспринимать себя как некую индивидуальность, некую неповторимость своего характера, своих черт, своих особенностей, тем не менее, средний американец, такое понятие существует и считается, что американец итальянского происхождения все-таки отличается от итальянца, проживающего, допустим, в Италии. Англичанин, который живет в Соединенных Штатах и считается гражданином в Соединенных Штатах, и, что более важно, сам себя считает гражданином в Соединенных Штатах, также будет отличаться от англичанина, проживающего на территории Великобритании. Что касается немцев, которые постоянно живут в Соединенных Штатах Америки, то они также обнаруживают ряд типичных черт, присущих американцам. Предложенные задачи исследователя при описании коммуникативного поведения конечно же, заключаются в том, чтобы обеспечить достаточный уровень типизации коммуникативного характера или характеристики, чтобы такое описание было содержательным и в то же время достаточно обобщенным. В работе воронежские исследователи пишут, что уровень обобщения должен быть достаточно высоким, чтобы обладать объяснительной силой и достаточно конкретным, чтобы давать новое знание. Описывать целесообразно доминантные, наиболее часто проявляющиеся признаки, характерные для большинства или многих ситуаций общения, а затем уточнять их проявления в разных коммуникативных ситуациях. В ходе работы воронежскими исследователями были выявлены типичные коммуникативные признаки. Они были конкретизированы в дальнейшем с учетом объективных и субъективных условий и их проявления в реальной коммуникации, в разных коммуникативных ситуациях. Также, как следует из предисловия к описанию эксперимента, на заключительном этапе исследования сделанное описание американского коммуникативного характера и поведения было подвергнуто верификации группы экспертов. Экспертами были выбраны носители русской коммуникативной культуры, которые свободно владеют английским языком, делительное время проживавшие или живущие в настоящее время в Соединенных Штатах Америки и, что является очень важным, проявляют интерес к тематике исследования. Под верификацией воронежские исследователи понимают проверку экспертами, выделенных на предварительном этапе исследования коммуникативных признаков, которые сопровождаются в необходимых случаях конкретизацией условий проявления этих признаков в общении. При процессе верификации экспертам предлагается охарактеризовать выделенные на предварительном этапе признаки коммуникативного поведения с точки зрения их достоверности или достоверности, а также предлагается возможность ранжировать анализируемые признаки по частотности их проявления в общении. При этом использовалась следующая шкала очень часто, довольно часто, иногда и редко. Возможно было конкретизировать проявление тех или иных описанных признаков с использованием ограничителей из предложенного списка, таких как типично для городской молодежи, обычно в общении родителей с маленькими детьми, только со знакомыми, нельзя с пожилым человеком и так далее. Как следует из предисловия к эксперименту, верификация осуществляется одновременно с ранжированием коммуникативных признаков по яркости и конкретизации описания. Эксперты имели задание проверить выделенные признаки на достоверность, ранжирование признаков, и их конкретизация осуществлялась по усмотрению экспертов. Что касается моделей описания коммуникативного поведения народа, то необходимо сказать прежде всего о том, что коммуникативное поведение может быть подразделено на вербальное коммуникативное поведение и невербальное коммуникативное поведение. Сегодня мы с вами будем говорить о вербальном коммуникативном поведении, а одна из наших последующих лекций будет посвящена американскому невербальному коммуникативному поведению. Профессор Стернин в книге «Модели описания коммуникативного поведения», которая вышла в Воронеже в 2000 году, говорит о том, что существует три основных модели описания коммуникативного поведения народа. Все три модели призваны обеспечить комплексность описания коммуникативного поведения, но они различаются своим назначением. Комплексность описания коммуникативного поведения – это та макрозадача, которую ставит перед собой любой исследователь, который занимается данной проблематикой. Во-первых, Стернин выделяет ситуативную модель. Ситуативная модель, как следует из его книги, предполагает описание коммуникативного поведения народа в рамках коммуникативных сфер и стандартных коммуникативных ситуаций. К стандартным коммуникативным ситуациям профессор Стернин относит следующие коммуникативные ситуации. Итак, ситуативная модель предполагает описание коммуникативного поведения народа. В рамках коммуникативных сфер и стандартных коммуникативных ситуаций. Ситуативная модель строится на эмпирическом материале. Набор подлежащих описанию коммуникативных сфер и стандартных коммуникативных ситуаций, считает профессор Стернин, достаточно велик, и количество описываемых сфер и ситуаций определяется практическими соображениями. Ситуативная модель непосредственно базируется на практике межкультурных контактов. Она включает в себя такие тематические сферы и коммуникативные ситуации, в которых при межкультурном общении выявились реальные расхождения. Применение ситуативной модели очень удобно в прикладных целях. Например, для научно-популярного описания коммуникативного поведения народа, для дидактических целей, о которых мы говорили с вами на нашей первой лекции. В ситуативной модели отдельно рассматривается вербальное и невербальное коммуникативное поведение, социальный символизм, поскольку они представляют собой разнотипные коммуникативные средства, которые используются в несовпадающих в разных культурах, коммуникативных ситуациях и сферах. Итак, коммуникативная модель, которая особенно удобна для прикладных целей, предполагает собой описание коммуникативного поведения народа в рамках коммуникативных сфер и стандартных коммуникативных ситуаций. Помимо ситуативной модели описания коммуникативного поведения народа, профессор Стернин выделяет аспектную и параметрическую. Что касается аспектной системы описания коммуникативного поведения, то эта система предполагает описание коммуникативного поведения в рамках выделенных исследователем априори аспектов, основные из которых вербальный и невербальный, а также продуктивный, рецептивный, нормативный и реактивный. Более подробно об этой модели описания коммуникативного поведения можно посмотреть в работе профессора Стернина. Модели описания коммуникативного поведения. Эта книга вышла в Воронеже в 2000 году, а также в сборнике «Русское и финское коммуникативное поведение». Сборник вышел в двух выпусках, и его выпустили исследователь Лемяскина и также профессор Стернин. Что касается третьей модели коммуникативного описания поведения народа, это параметрическая модель. Эта модель предполагает системное формализованное описание коммуникативного поведения на основе некоторой заданной исследователем совокупности коммуникативных факторов, параметров и признаков, по которым может быть описано коммуникативное поведение любого народа. Итак, еще раз повторю, что профессор Стернин выделяет три модели описания коммуникативного поведения любого народа. Это ситуативная модель, это аспектная модель и это параметрическая модель. Основой описания в параметрической модели являются коммуникативные признаки, действия или факты. Они выделяются на эмпирической основе из фактического материала. Эти признаки для удобства описания систематизируются исследователем, обобщаются в параметры, а параметры, в свою очередь, обобщаются в факторы. Таким образом, получается обобщенная модель коммуникативного поведения народа. Она обычно построена снизу вверх и представляет собой обобщение выявленных особенностей национального коммуникативного поведения. Мы будем с вами об этом более подробно говорить на наших последующих лекциях, на примерах художественных текстов писателей русских и американских, которые осознавали себя реалистами. Описание коммуникативного поведения народа по параметрической модели предполагает полную характеристику релевантных черт коммуникативного поведения исследуемой лингвокультурной общности по сравнению с коммуникативным поведением сопоставляемого народа или же народов. Еще раз можно подчеркнуть, что параметрическая модель, пишет профессор Стернин, является в принципе теоретической базой коммуникативно-ситуативного описания коммуникативного поведения любого народа. А ситуативно-тематическая и аспектная модели дают материал для обобщения, который используется при создании параметрического описания коммуникативного поведения. Так что все три модели не исключают друг друга, а наоборот, наиболее плодотворные исследования получаются в том случае, если все три модели коммуникативного описания, коммуникативного поведения того или иного народа сочетаются. Коммуникативное поведение народа считается, определяется его национальным менталитетом и национальным характером. Соотношение менталитета и характера было неоднократно описано в литературе. Сейчас мне хотелось бы вам рассказать о том, какой способ общения американский культуролог Даниэл Бурстин описывает как наиболее типичный для американского общества. Но прежде чем говорить о том, какой тип общения Даниэл Бурстин считает характерным для американского общества, необходимо несколько слов сказать о самом авторе данного исследования. Даниэл Бурстин, американский культуролог, написал трилогию, в которой просматривается становление американской нации. Его трилогия состоит из трех книг, первая книга которой называется «Американцы. Колониальный опыт», вторая книга у этой трилогии «Американцы. Национальный опыт», и третья книга называется «Американцы. Демократический опыт». Этот труд американского историка, культуролога Даниэля Бурстина представляет собой классическое исследование истории становления американской цивилизации, «Как видно из названий его книг, от первых европейских переселенцев до середины XX века». Говоря словами автора, это картина того, что, цитата, «американская цивилизация сделала с американцами и для американцев», конец цитаты. Наряду с рассказом о формировании американской нации, национального характера, языка, культуры и государственности, работа Даниэла Бурстина сообщает читателю много разных сведений о создании американского общества. Мы сегодня с вами будем говорить об особенностях общения по-американски. В качестве такой особенности, наиболее яркой на взгляд Даниэла Бурстина, представляется так называемый жанр американской устной речи «tall talk». Сначала несколько слов о том, что такое «tall talk». Изучающим английский язык известно, что прилагательное «tall» в основном в своем значении подразумевает и соответствует русскому существительному «высокий». «Talk» – это разговор обычно устный. Что касается словосочетания, то мы не можем сказать, что это словосочетание образовано двумя свободными словами, прилагательным «tall» и существительным «talk» образует в собой связанное единство своего рода идиому. В этом словосочетании слово «tall» используется несколько в другом значении, поскольку помимо значения «высокий» у этого прилагательного есть еще также значение «не похоже ни на что» – «выспорный», «вычурный». Таким словосочетанием обозначается особая речь, которой владеет американец. С одной стороны, это что-то среднее между полуправдой и полуложью. Более того, в этом жанре очень важна сама подача какого-то рассказа. С другой стороны, в британском варианте английского языка существует словосочетание, которое находится в оппозиции к данному. Это «small talk», что также является связанным словосочетанием и обозначает «светскую беседу» или «ничего не значащий диалог». В этом значении может употребляться и словосочетание «tall talk». Борстин объясняет появление этого жанра общения следующим. В такую эмансивную эпоху привычные грани между действительностью и вымыслом, между существующим и желательным, между настоящим и будущим уже не могут играть прежнюю роль. Это глава из книги «Американцы. Национальный опыт». Слово «tall» в Англии давно означало либо просто «high» – высокий, либо «lofty» – возвышенный, и в этом смысле «tall talk» считался бы противоположностью «small talk» – обыденная речь, светская беседа, ничего не значащая речь. В Америке же слово «tall» – высокий или возвышенный – имеет еще и такие значения, как «unusual» – необычный, «remarkable» – удивительный и «extravagant» – экстравагантный. И в этом, пишет Дэниел Бурстин, особенность американского языка. Язык не стал бы американским, если бы не обладал достаточной гибкостью, чтобы описать необычное как общепринятое, а экстравагантное, будто оно не выходит из привычных границ. Причуды американской жизни и несоответствие традиционным языковым нормам сделали этот жанр «tall talk» такой же необходимой принадлежностью этого экспансивного века, как крытый фургон. «Tall talk», пишет дальше Бурстин, «передавал детали хорошо знакомого. Он стирал грани между реальностью и вымыслом. Доступный и необходимый всем «tall talk» не знал запретов. Он не знал постепенного развития, а вошел в жизнь народа внезапно, вызванный потребностью в неопределенном, менее четком, более двусмысленном языке, чем тот, который уже имелся. «Он», идет речь о «tall talk», отвечал новшествам и неопределенностям нового света. Сначала это был язык общины, а потом правительства, то есть сначала тех людей, которые приобретали опыт, и только потом тех, кто этот опыт узаконивал. Назвать «tall talk», продолжая далее Бурстин, простым языком преувеличений было бы не точно. Этот язык стал необходим, поскольку понятие преувеличения в старом свете оказалось неадекватным самому себе. Позднее он приобрел исключительную популярность в литературе для передачи того, что мы называем потоком сознания, необходимым для описания эмоциональной и интеллектуальной реакции персонажей на внешние события, а не самим этих событий. Удивительно, продолжает далее Дэниел Бурстин, но как язык рекламы 20 века, так и «tall talk» не был ни языком правды, ни языком лжи, а языком дурной попезности. Было бы также неправильно назвать «tall talk» юмором Запада. Он не принадлежал исключительно Западу, Западу и не был только юмором. Его особое значение состояло в его неопределенности. Был ли это юмор или нет? Вспомним с вами художественное произведение, на этот раз известного американского писателя Марка Твена. В его романе «Путешествие по Миссисипи» мы встречаем с вами некий эпизод. Американцы плывут на плато, и один из них рассказывает что-то вроде «tall talk». И интересная реакция его приятелей на то, как они воспринимают этот рассказ. С одной стороны, если сразу его не принять, будет как бы понятно, что человек недостаточно компетентен в языке. Если же согласиться с тем, что рассказанное является правдой, это значит признать в себе, опять-таки, некомпетентного владельца языка. Любопытно, как персонажи выходят и сложившейся ситуации. Еще один раз мы сможем с вами заметить, что художественная литература фиксирует то, что происходит в обществе. Врач и журналист Томас Лоу Николс, который родился и вырос в Новой Англии, жил и работал в северной части штата Нью-Йорк, и в 1850-х годах в Агайо и долине Миссисипи, выступал за потакание всем прихотям человеческого организма, он описал Толк-Толк следующим образом. Язык, как и страна, содержит в себе определенную степень свободы и величия. Человек Запада спит так крепко, что только землетрясение может его разбудить. Он в довольно серьезной опасности. Кто-то на него катит бочку, как Миссури катит свои волны на песчаную косу. Он спятил. Это, конечно же, переводной текст, но, тем не менее, мы видим в этом тексте огромное количество фраз, которые выходят за рамки литературного языка. Он костерит всех проклятых паразитов, вечно попадает в переделку и утверждает, что все это байки. История пахнет довольно подозрительно. Он говорит, «Медведи, я одним махом». Он говорит, что жалостливый рассказ погружается в его душу, как в Миссисипи погружается судно, получившее пробойну от кариаки. И так далее, и так далее. Вот таким образом врач и одновременно журналист Томас Лоу Никольс описывает особенности американского коммуникативного поведения. Что касается американского юмора, который также является составной частью коммуникативного американского поведения, то, по мнению Даниэла Бурстина, он в основном состоит из преувеличений и странных причудливых выражений. Многое из того, что кажется забавным английскому читателю, на самом деле, говорит Даниэл Бурстин, исполнено самого серьезного смысла. Когда американец хвастает, что его сестра крутит самый чертовский угол в старом кентукки, это означает просто, что она умеет очень хорошо танцевать. Чтобы молниеносно ускользнуть, пишет Даниэл Бурстин, надо, как говорят к западу от Миссисипи, смыться быстрее смазанной молнии. Даниэл Бурстин говорит, что в некоторых из наиболее колоритных и допускающих цитирование примеров преувеличения достигают колоссальных размеров. Не только легендарные, сотрясавшие преисподнюю шутники, но и обычные люди изъяснялись в Новой Англии со свойственной и живой псью. Общепринятые, заботливо создаваемые американизмы все же, считая Даниэл Бурстин, обладали конкретностью, если только при этом они не были слишком театральными, чтобы их цитировать, или настолько нелепыми, что вызывали лишь смех. Мне кажется, чтобы оценить американский способ общения, следует почитать романы известного американского писателя Марка Твена, поскольку в них вы сможете увидеть и колоритную американскую речь, и коммуникативное поведение, вербальное и невербальное, описанное самим американцем. Итак, коммуникативное поведение народа, и это было доказано не только в литературе, но и научными изысканиями как отечественных, так и зарубежных исследователей, определяется его национальным менталитетом и его национальным характером. Что же понимается под доминантными чертами американского характера, о которых говорил профессор Стернин, когда утверждал, что выявляя основные черты американского характера, нужно обращаться к наиболее ярким, то есть доминантным признакам американского характера. Под доминантными чертами национального характера любого народа или этноса понимаются такие черты, которые в равной степени проявляются у представителей разных возрастных, гендерных, социальных групп, проявляются у представителей данного этноса в разных предметных ситуациях. Описание доминантных черт национального характера, полагает профессор Стернин, это всегда обобщение, всегда своего рода типизация. Существует довольно много описаний доминантных черт американского характера. Они были описаны как самими американцами, тем же самым Дэниел Бурстином, так и, что бывает значительно чаще, иностранцами, которые познакомились с Америкой и ее жителями, и какие-то черты показались им наиболее яркими. Конечно же, это те черты, которые отсутствуют в другой национальной культуре или присутствуют там, но не рассматриваются настолько ярко, не несут на себе никакого символического смысла. Социолог Лорд Брайс описывает американцев, и это весьма свойственно описанию как бы изнутри культуры, как добродушных, подающих надежды, образованных, моральных, религиозных, но неблагоговейных, с коммерческой жилкой, общительных. При этом он считает их непостоянными, изменчивыми и консервативными. Как вы видите, в целом это очень положительный образ американцев, и его точку зрения могут разделять не все исследователи. Социолог Алекс Инкелес отмечает, что страна, которую отличают гордость за свое правительство и политические институты, независимость, чувство доверия, совокупность с настойчивостью, упорством и инициативой, обязательность выполнения общественных действий, волюнтаризм и организованная демократия, доверие и взаимное уважение прав, оптимизм, авантюризм, равенство, неиссякаемая энергия, прагматизм, склонность к дерзости и хвастовству, земные интересы, предпочтения конкретного, это Америка. Конечно же, здесь нам следует обратить внимание, что такие качества, как прагматизм, авантюризм, склонность к дерзости и хвастовству могут рассматриваться представителями разных культур по-разному, то есть со знаком плюс или со знаком минус. В начале 1960-х годов исследователи Альберт и Вильямс выделяли как наиболее яркие следующие характеристики американского характера. Активный подход к жизни, основанный скорее на активном, нежели на пассивном восприятии событий, контактность, равенство в общении, что предполагает горизонтальный, равный, а не иерархический подход в плане социальных отношений, толерантность, стремление к достижению компромисса, терпимость к разнообразию. Опять перед нами стоит, встает исключительно положительный образ американцев. По словам Морриса Бебика, американец ищет чего-то лучшего, поэтому он живет и умирает с надеждой. Также в работе воронежских исследователей есть один пассаж, где говорится о том, что для многих миллионов американцев маленький городок означает дом, то есть место, где человека любят за то, каким он был всегда, а не за то, каким и кем он стал. Взрослые мужчины и женщины испытывают ностальгию по своему дому. Так американцы называют место, где существуют добрососедские отношения и есть возможность избежать ужасного одиночества, присущего, например, жителям большого города. Что касается воронежских исследователей американского коммуникативного поведения, то среди доминантных черт американского характера они выделяют следующее. Во-первых, это независимость. Это качество, которое признается за американцами фактически всеми исследователями. Американцы очень ценят независимость личности. Они убеждены, что личные мнения, личная свобода стоит всегда превыше всего. Они должны уважаться и соблюдаться в первую очередь. Другая доминантная черта американского характера, отчасти связанная с первой, это уважение независимости других. В американском языке есть такое понятие, как privacy. Его очень сложно перевести на русский язык, оно обозначает неприкосновенность, будь то личной территории, личных взглядов, личных мнений и так далее. Американцам, наверное, в большей степени, чем другим народам, свойственно, большое уважение к правам и независимости других людей. Это проявляется в том числе и в языке, и в невербальном общении, то есть той дистанции, которую соблюдают американцы при общении со знакомыми людьми, с малознакомыми людьми, с незнакомыми людьми. Личная территория накладывает значительные ограничения на стратегию и тактику расспросов, то есть есть определенные табу, как на то, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, и на то, как можно говорить и как нельзя разговаривать с собеседником. Следующая доминантная черта американского национального характера – это индивидуализм. Американское общество считается индивидуалистичным по своей природе. В этом обществе интересы личности превалируют над интересами коллектива, дружеского круга и порой семьи. Также следующей характеристикой американского коммуникативного поведения в том числе вытекающей из особенностей национального характера является самостоятельность суждений и поведения. На самом деле это отражается и в системе образования. Обучение самостоятельной добычи буквальной информации – это традиционный компонент учебных заданий. Например, студенты отправляются в библиотеку, они обязаны получить информацию из разных источников исторических, публицистических, статистических. Но тем не менее у тех людей, которые присутствовали на занятиях в американской аудитории или имели у себя на занятиях американских студентов, нередко поражает наивность вопросов, которые американские студенты, да порой и преподаватели могут задавать друг другу. Также все исследователи, в том числе воронежские исследователи, в качестве доминантной черты американского характера отмечают трудолюбие и добросовестность. Человек должен быть заметен своей интенсивной деятельностью, полагают американцы, считая, что именно она приведет его к успеху. Если мы будем сравнивать русский характер по отношению к американскому, то мы должны согласиться, что с точки зрения данной категории русский характер должен быть описан скорее как созерцательный, нежели деятельностный. В качестве других доминантных черт американского характера воронежские исследователи отмечают такое качество характера, как предприимчивость и деловитость. В любом деле американец обязательно четко определяет себе цель и старается последовательно добиваться ее достижения. Американец привык решать возникающие проблемы сразу, не откладывая, долго не размышляя и самым простейшим в данной ситуации путем и, что не менее важно, самостоятельно. При этом приоритет деловых отношений над личными также является следующей доминантной чертой американского характера. Хорошо известно высказывание еще одного американского писателя Генри «Боливар не вынесет двоих». Бизнес имеет несомненный приоритет над личными отношениями. В американском обществе наблюдается пренебрежение к неудачникам и наоборот любовь к победителям. Американцы восхищаются победителями. Они искренне восхищаются победителями самых различных конкурсов с точки зрения европейских и абсурдных. Американцев отличает любовь к чему-то большому, выдающемуся. Американцы очень любят рекорды, очень любят чемпионов. они проявляют большое внимание к церкви и начинают сразу ее фотографировать. Если, допустим, узнают, что данная церковь была самой высокой или старой или еще каким-то образом отличалась от других рядом стоящих с нею церквей. Американцев отличает стремление к успеху. А также практичность и прагматичность. Некоторые европейцы отмечают, что американцы особенно тщательно следят за соблюдением выгоды. Они обязательно следят за рекламой и не пропустят дней распродажи. Они могут для того, чтобы сэкономить свои средства, поехать на распродажу в другой штат. Они очень любят бесплатные приемы и банкеты, пишут воронежские исследователи, стараются не пропускать их ни при каких обстоятельствах. Распродажи считаются одним из важных событий в жизни американцев, и в этом воронежские исследователи также видят доминантную черту американского характера, такую как практичность и прагматичность. С другой стороны американцев отличает стремление к чистоте, аккуратности, соблюдению норм гигиены. Считается, что американцы очень спортивная нация. Спортсмены в стране пользуются всеобщей любовью и популярностью. Они становятся местными или национальными героями и знаменитостями, знакомством с ними американцы гордятся. В качестве еще одной доминантной черты американского характера необходимо отметить такую, как патриотизм. Американский патриотизм близок к этноцентризму. Он основан на гордости за все американское, которую американец впитывает с раннего детства. также американцев отличает национальный эгоцентризм. Также спокойно американцы относятся к неудачам и вообще дискретность восприятия является также отличительной чертой американского характера. Также в качестве основной доминантной черты американского характера необходимо отметить соревновательность. Это стимул для продвижения американца по социальной лестнице. Вот вкратце основные доминантные черты американского характера. На этом время нашей лекции подошло к концу. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...